Утки, гуси, перепелки и другая пернатая дичь должна была попасть под прицел еще 4 августа. Но сейчас в лес не пускают не только людей с ружьями, а и простых туристов. В оружейных салонах рассказывают, что несмотря на перенос сезона, подготовка к нему уже началась. В том году тоже примерно где-то на месяц был отложен сезон охоты. То есть это в принципе нормальное явление. Но охотники готовятся, по чуть-чуть покупают продукцию, то есть заряжаются ружья, ножи, все это идет немножко. Основная причина переноса сезона – сильная жара. В связи с тем, что повысилась температура воздуха и усилился ветер, сейчас в этот период возникает много лесных пожаров. Если на первое число у нас было только 80 пожаров, то на сегодняшний день у нас произошло 95 случаев и 25,88 гектара лесных пожаров. В управлении лесного хозяйства говорят, что охотники более дисциплинированы, чем простые отдыхающие и становятся виновниками пожаров не так часто. Сейчас в Донецкой области их насчитывается порядка 18 тысяч. Но в жаркую погоду для возгорания достаточно и одной искры. Так как охота проводится с применением огнестрельного оружия, может быть просто не спровоцировано, скажем, самовозгорание травы или кустарников. Особенно это опасно в камышах, ну и около лесных массивов. Еще одна причина переноса сезона – птенцы. Из-за поздней весны их в лесных угодьях много, и они могут стать легкой добычей охотничьих собак. После того, как сезон откроют, люди смогут охотиться на перелетную дичь. Ближе к октябрю – на фазанов и куропаток, а потом и на животных. Точную дату, когда можно будет поохотиться, специалисты пока назвать не могут. Говорят, что все зависит от погоды. Как только жара немного спадет и установится хотя бы третий класс пожароопасности, в лес можно будет заходить с ружьем. Гидромедцентр же в ближайшие две недели подобных условий не обещает. Екатерина Павлова, Георгий Жилич, Панорама.